Добрый вечер, Гомель! Завершение прекрасного дня 21 мая предлагаю провести в нашей компании, ну а нашу программу открывают великолепные музыкальные красивые студии эстрадно-джазового вокала Vocal Smile. Начинайте аплодировать. Художественный руководитель Анастасия Витебская, ваши аплодисменты! Просто вы говорите в жизни все просто, просто считать уже открытые звезды, но одну свою звезду так открытней. Просто, 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 ага! Просто в тени всегда и всюду держаться. Просто сесть в самолет и в небо подняться, но взлететь над суетой так порой не просто, 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 ага! На дорожной пылью звездный путь, надо только крылья распахнуть и взлететь над брежней над собой, загореться новою звездой! Жить! 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 А не существовать! Но оттата уж светает! Звезды тоже тают, тают! Звезды тоже тают, тают! Звезды тоже тают, тают! Просто быть на кого-то очень похожим! Просто из года в год нам петь одно и то же! Но свой голос сохранить так порой не просто, 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 ага! Просто считать весь мир простым и обычным, Просто идти всегда маршрутом привычным, Просто! На дорожной пылью звездный путь, Надо только крылья распахнуть и взлететь над брежней над собой, Загореться новою звездой! Жить! Гореть и не украсать! Жить! А не существовать! Но оттата уж светает! Звезды тоже тают, тают! Жить! Гореть и не украсать! Жить! А не существовать! Но оттата уж светает! Звезды тоже тают, тают! Ага! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Браво! Студия! АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте еще раз поаплодируем Vocal Smile. Это было просто великолепно. Тут и про просто, и про звезды. И вы знаете, недаром звездная тема затронулась, потому что сегодня, между прочим, уникальный день. Сегодня совпали две прекрасные, великолепные даты. Всемирный день культурного разнообразия отмечается 21 мая. Ну а космическая общественность празднует сегодня Международный день астрономии. Ну, наша задача как-то все это объединить. Так что, друзья мои, приглашаю вас к участию в разговоре в прямом эфире. Звоните к нам в студию. И, собственно говоря, вопрос нашего эфира, вот он лежит на поверхности. А мечтали ли вы стать звездой? Такой вопрос нашего эфира. Координаты все на ваших экранах. Также подключайтесь к нашему общению в Вайбере. Он уже готов принимать ваши комментарии и варианты ответов. Мечтали ли вы стать звездой? Настя. Вокал Смайл. Студия эстрадно-джазового вокала. Рассказывай, откуда вы такие талантливые взялись? Мы из Гомеля. Здесь, в принципе, все и началось. Спонтанно, очень случайно. Идея пришла не совсем мне, сколько моему папе. Сказал, открывай. Почему бы и нет? Вот на втором курсе университета. То есть папа рассмотрел в тебе талант, вокальные данные. И даже не сама папе сказала, папа, я хочу вот такое себе хобби, развлечение. Нет. Ну, у меня просто так получается, мне кто-то что-то говорит, а я сразу беру и делаю. Как исполнитель. Идея, на самом деле, была папина. То есть он сказал, а я сделала. Эстрадно-джазовый вокал. Вот ты знаешь, наверное, не столько эстрадно, сколько цепляет составляющая джазовая. Ведь достаточно непростое направление. Как решились замахнуться-то на джаз? Училась я в университете культуры в Санкт-Петербурге. И отделение у меня тоже было эстрадно-джазовое. Раньше до этого музыку джаз вообще не воспринимала, а потом как-то понравилось. И на самом деле здесь, в Беларуси, так же, как и в России, джаз начинает приобретать свою популярность. И очень многие дети, когда приходили, вот тоже видели именно приставку джазовое. И в 4 года буквально, а когда мы будем петь джаз? Такие все, ну вот, нравится. Некоторые поют в студии джазовое, некоторые только эстраду. Ну, сложный вид пения, сложный стиль, и поэтому не всем дается. Ну, собственно говоря, я не удивлен, почему Гомеле джаз, скажем так, немножко, где-то даже близнецы-братья. Вспомним историю, Эдди Рознер, между прочим, если Армстронг – черная труба джаза мирового, то Эдди Рознер – белая труба, и тоже жил и работал в нашем городе. Ну, послушай, желающих выйти на сцену, наверное, достаточно большое количество. И с началом осеннего сезона, да, наверное, и в любой другой сезон родителей, желающих рассмотреть свой ребенке талант, предостаточно. И многие, наверное, ведут на прослушивание. Да, многие приходят на прослушивание, даже это и дети, и взрослые, даже. У нас возраст от 3,5 лет, и есть мужчина… Да ладно, 3,5? Да, 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 да. Приходят, говорить не умеют, но поют. Давайте этим маленьким талантом поаплодируем. Сколько вас сейчас? Нас где-то примерно… Таких поющих, талантливых и улыбающихся. Примерно, в общем, человек 60. 50-60 человек, где-то так. И ты всеми так вот ловко руководишь этим отрядом, этим взводом вокальным. Да, ну старшие помогают детки, те, которые подрастают, там, второй-третий год обучения, они уже видят, насколько это сложно, и концертный состав, они все помогают, конечно. Если концерты общие, совместные, то я даю какие-то распоряжения, то есть сама занимаюсь одним, а уже концертный состав помогает и в организации детей, и там где-то там и занять чем-то, и куда-то построить. То есть, ну, у нас все вместе. Мы как одна большая семья, и у нас нет такого «я руководитель», у нас все как вот дружат. Вот все-таки хотелось бы задержаться на теме того, что каждый родитель рассматривает в своем ребенке талант, да, и каждый взрослый, ну, недаром я задал вопрос эфира, было ли желание его стать звездой, ну, рано или поздно представляя себя на звездном месте. И вот мне всегда крайне трудно в таких ситуациях, особенно когда приглашают на какие-то смотры или на какие-то кастинги, определить, кто лучше, кто хуже. Кто занимается в вашей эстрадно-джазовой студии вот этой непростой миссией? Все. Абсолютно. Я беру также детей, которые без вообще, без какой-то подготовки, и те, которые с подготовкой. Абсолютно всех. Приходят люди, которые, ну, на самом деле просто не умеют петь. И через какое-то время они достигают определенных высот. И за 4 года существования студии могу с уверенностью сказать то, что люди, которые не умеют петь, они за год, за два себя сами в большей степени работают и доказывают мне, что они могут выступать. Вот такое в практике тоже было. Поэтому берем абсолютно всех и, ну, развиваем. Есть талант, нет таланта. В любом случае для чего-то они даже для себя. То же самое в короке спеть, в школе спеть. Они все хотят. И для этого, в принципе, подготовить любого человека абсолютно реально. А я вот слышал однажды такое мнение, что те, кто серьезно и профессионально занимается вокалом, они никогда в жизни не пойдут петь в караоке. Так ли это? Я не знаю. Но ко мне это не относится. То есть, я так понимаю, ты не любительница спеть в караоке там чего-нибудь? Почему? Я очень часто хожу в караоке, и друзья меня очень часто с собой берут. Вот. То есть, без проблем. Причем пою со всеми всегда, даже со столиками, которые зовут меня рядом. Вот. Даже был такой момент, парень молодой сидел, очень круто пел, очень. Прямо сама хотела с ним спеть с дуэтом. И тут ко мне подходит его девушка, слушайте, а вы с нами не споете? Я такая, конечно, конечно, да? Без проблем. Но дуэт получился очень классный. У него голос шикарный. Он тоже из какой-то группы, не помню сейчас какой, но поет очень классно. То есть, любых можно встретить. К вашим концертам вернемся. Познакомился я немного с вашей биографией. Ну, студия достаточно, скажем так, юная по сравнению со многими именитыми коллективами и города, и области. Но у вас уже достаточно большой, скажем так, список ваших наград. Да, это так. Рассказывайте, какие, скажем так, наиболее близкие сердцу? Ох. Я понимаю, что очень трудно определиться, какая же награда главнее, какая второстепеннее. Ну, все очень важные. Есть просто конкурсы более серьезные, есть менее серьезные. Каждый начинает сначала с простых, а потом, ну, вот у нас есть конкурсы, были в Санкт-Петербурге и в Таллине. Первые, вторые места мы завоевывали. Да, в принципе, много где. И так прям вот главное, на самом деле победа главная любая абсолютно, потому что ты видишь, как растет ребенок, и для этого ребенка эта победа, наверное, самая важная. Ну, вот для некоторых самая важная. Для некоторых это уже как-то, ну, может, следующая ступенька его творчества. То есть выделить прям вот, они все главные. Ну, недавно у нас появилась первая гран-при в студии. Вот. Ну, как бы, это, наверное, одна из весомых. Именно в истории студии из Минска. Что за фестиваль был или конкурс? Первый международный конкурс «Stalented Kids». Вот там Оля наша Кравченко заняла гран-при в номинации «Эстрадный вокал». Давайте поддержим аплодисментами. Ну, давай уже раскрывать до конца все ваши студийные джазовые тайны. Ведь не только на концертах вы поете. Прошла информация о том, что солисты студии «Вокал Смайл» уже приглашены в мюзикл. Был мюзикл у нас. Да, у нас Алина Червякова принимала участие в мюзикле, в постановке, которую ставил Олег Чернышев. Это руководитель театра танца «Дива». Он очень часто ставит такие постановки. И Алина принимала участие в постановке «Дракула». Он проходил зимой. У нее была одна из главных ролей. Она играла Катрин, возлюбленную Дракулой. И очень хорошо с этим справилась. Конечно, всем очень понравилось. Все прям... Ну, поучаствовала и показала себя как актриса. Не только как вокалистка, но и как актриса. Там она и пела, и играла одновременно. Поэтому даже так. Ну, по-моему, прекрасный стимул и остальным солистам стремиться, стараться быть замеченными. И заявить о себе не только на эстрадной, не только на джазовой эстраде, но и на театральной тоже. Мы пытаемся. У нас этого года были курсы актерского мастерства, и где у нас все до единого дети проходили этот курс и немного участвовали, ставили сценки, постановки у них были там, где они и пели, и играли одновременно. Поэтому потихонечку это направление мы тоже разрабатываем. Разрабатываем. Анастасия, эти аплодисменты вам. Спасибо. Звезды на небе, звезды на сцене. Вот так вот недавно прошла информация, что одна всемирно известная звезда собралась в космос. И не просто так, чтобы покорять космические просторы, а чтобы спеть там для настоящих небесных космических светил. А вот теперь, внимание, вопрос. Как же зовут эту всемирно известную звезду? Ну, а победитель у меня получит приз. Скажу честно, отрываю от сердца. Пригласительный билет на двоих на великолепный концерт под названием «Вечер русского романса». Партия фортепиано. Великолепная Татьяна Старченко. Так что звоните к нам в студию и попытайтесь отобрать у меня этот пригласительный билет. Ну, а космическую тему продолжим буквально через несколько мгновений. Реклама пройдет быстро. Это программа «Добрый вечер», Гомель на телеканале «Беларусь-4». Напомню, что мы работаем в прямом эфире. Сегодня у нас два прекрасных праздника, две прекрасных даты, которые отмечаются на нашей планете. Это Всемирный день астрономии и Всемирный день культурного разнообразия. Так вот, про культуру мы немножко уже поговорили. Обещаю, что за этот час также затронем и другие кристаллы, другие стороны этого прекрасного кристалла под названием «Культура». Но сегодня мировая общественность празднует и День астрономии. Так вот, старт Дню астрономии был дан в далеком 1973 году в Калифорнии. Президент Астрономической ассоциации Северной Калифорнии решил, что не стоит людей агитировать, проделывать огромное расстояние для того, чтобы попасть в одну из известных консерваторий и заглянуть в телескоп. Нужно эти самые телескопы установить в общедоступных местах, скажем так, шаговой доступности. И тогда каждый человек одним лишь взглядом сможет очутиться за сотни, а то и за тысячи километров от нашей планеты и побывать в космических высотах. Ну а у нас в гостях сегодня, друзья, ваши аплодисменты. Аплодисменты. Учитель математики, физики, астрономии района Геннадия Города Лоева Юрий Григорьевич Павлевский. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, как никто другой, с астра... вот здесь боюсь ошибиться. Логией или астрономией связаны... Астрономией. Астрономией. А вот, кстати, в чем разница астрология и астрономия, на ваш взгляд? Астрономия. Астрономия. Наука. О звездах. А астрология? Астрология. Это, скорее всего, лженаука, не побоюсь этого слова. Давайте скажем, сказки, вымысел. Сказка, вымысел, да. Ложь даже в чем-то. Ну хорошо, остановимся на сказках. Скажите, а вы часто заглядываете в телескоп? По вдохновению. Вот, чтобы смотреть телескоп, необходимо, первое, хорошая погода. Второе, вдохновение и наличие помощников. Потому что телескоп, который у меня есть, он тяжелый. Старый советский ТАЛ-1, 40 килограмм. И таскать его одному неудобно. Вот, и когда есть хорошая погода, беру учеников, выходим на школьный стадион. И смотрит. Ну это преимущественно в вечерние ночные. Конечно, конечно. Ну просто есть некоторое убеждение, что если днем нырнуть в колодец, то оттуда тоже можно увидеть звезды. Или это тоже сказки? Это вымысел, вымысел. Так, что же видно в небе над Гомельщиной? Сейчас? Да. Ну сейчас, конечно, вот такое недоразумение сегодня произошло. Дождь. Но все садоводы-огородники за него скажут спасибо. Сегодня Луна в первой четверти, точнее приближается к первой четверти. Смотреться изумительно. Как раз лучшее время. Потом вечером, буквально сразу после захода Солнца, Венера. Лучшее время для наблюдения Венеры. Вечерняя видимость. Где-то в районе часиков десяти Юпитер поднимается. Можно Юпитер смотреть. Если не спится, в районе три часа, где-то под четыре часа утра уже можно смотреть Сатурн, Марс. Вот. Из планет все. Ну а если интересно, то в Большой Медведице, пожалуйста, объекты того же каталога и месье, пожалуйста, в Ольве, в Деве. Главное знать, куда смотреть. Ну вот скажите честно, НЛО видели? Было. Видел. Ну это, скорее всего, какие-то эффекты больше атмосферные. Вот просто, может быть, в силу того, что я редко смотрю на небо, редко поднимаю глаза, ну или просто ночью по улицам не хожу. Вот мне трудно представить, там, где Большая Медведица, где еще какая-то. Не говоря уже о том, что в телескоп можно увидеть Венеру и Сатурн. Вы в какой-то степени даже очень счастливый человек. Какой жизнью там они живут, звезды? В своем холодном космосе. Ну, вообще звезды. Звезды это, говоря простым языком, лампочки. Огромные шары плазменные, которые светятся. Вот. А так, живут они своей жизнью, на нас они никак не влияют. Вообще. Но просто интересно за ними наблюдать. Интересно наблюдать за теми же галактиками, туманностями, за скоплениями. Особенно интересно, когда, знаете, приходит вдохновение, получается поймать какой-нибудь галактик. М-81 и М-82 в Большой Медведице. Бывает там, две-три минуты поймал телескоп. А бывает, выходишь, десять минут смотришь и не можешь поймать. Как вот не идет. То есть космоса тоже свое настроение, которое он либо поделится с тобой, либо... Да, вот такое что-то есть. Давайте послушаем, есть у нас телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Давайте с вами знакомиться. Как вас зовут, откуда вы нам... Меня зовут Оксана. Здравствуйте, Оксана. Я вызову всех там видеть. С экрана телевизора передаю привет Алексею Марусову и Аллочке Бельковой. Хочу попробовать ответить на ваш вопрос. Давайте, наверное, сначала начнем с моего вопроса. Скажите, а вы когда-нибудь мечтали стать звездой? Звездой в каком смысле? Ну, вот в прямом смысле. А звездочка, которая на небе, или вообще популярная? Ну, здесь вот, вы знаете, я специально завуалировал и решил объединить эти два понятия. Потому что сегодня и день культурного разнообразия, и день астрономии. Вот как-то приходится это все воедино объединить. Вы знаете, я не мечтала, но как-то само собой получается. Вот вы слышите эти аплодисменты? Это, между прочим, вам. Ну, давайте теперь, попытайтесь у меня отобрать пригласительный билет на двух персон на концерт Татьяны Зарченко. О ком же идет речь? Кто из всемирно известных звезд собирался отправиться в космос и спеть там для настоящих звезд? Может быть, это британская певица Сара Брайтман? Сара Брайтман. Конечно, это Сара Брайтман. И эти аплодисменты тоже вам. Это молодец. И вы знаете, на самом деле я рад, что именно вам достался этот пригласительный билет. Ну, мне почему-то вот так вот внутренняя интуиция подсказывает, что вам понравится этот концерт, и вы правильно сделали, что к нам дозвонились. Оставьте редактору на телефоне ваши координаты. После эфира мы с вами свяжемся и расскажем, где и как вы заберете ваш пригласительный билет. Вот так вот, друзья мои, чудеса случаются. И в эфире доброго вечера. Запросто и легко можно стать обладателем прекрасного пригласительного на великолепный концерт. Юрий Григорьевич, а с чего ваша история началась? Вот помните тот момент, когда вы поняли, что астрономия, да, это ваше, и то, что происходит в небе в телескоп, вам тоже далеко не безразлично. Помню. Это был первый класс. Я в библиотеке взял книгу «Земля и небо». Автор Волков. Когда я ее прочитал, вот что-то внутрь запало. А потом я читал Алису Телезневу, может помните, «Делочка из земли» Ирбулычев. И вот это во мне как-то зажгло желание что-то узнать поглубже. А в шестом классе, тоже 1984 год, я решил как-то так более серьезно заняться астрономией. Стал выписывать журнал «Земля и Вселенная». В библиотеке перечитал все книги по астрономии, какие были. И вот с той поры, можно сказать, подсел на астрономию. Стал фанатом, что ли. Ну, больше любитель. К профессионалам, конечно, я не отношусь, но астроном-любитель больше. Нет, ну, сейчас, я так понимаю, что это уже перешло на профессиональный уровень? Профессионально-педагогически. Профессионально-педагогически. Вот я помню свои школьные годы, то часов по астрономии было не так много, как хотелось бы. Один час. Вот. И то, вот, чего греха таить, не всегда этот урок можно было дождаться, его либо отменяли, либо что-то еще начинало происходить. Сегодня ученикам в каком объеме преподается астрономия? Достаточно ли сегодня часов? Один час в неделю, 11 класс. Есть ли лицей, то, насколько я помню, вроде там даже с 10-го. Но я у себя заниматься начинаю, предлагаю заниматься с 7-го, с 8-го класса. Вот Луевская гимназия, кстати, в какой-то степени, я уверен, благодаря вам прославилась тем, что прогрессивно ведется работа в астрономическом направлении. Расскажите, как современные ученики относятся к этому предмету и насколько они увлечены? Вот я понимаю, я к чему задаю вопрос. Век, 21 век, современные гаджеты, какие-то Wi-Fi, интернет, ну мир как на ладони. При желании можно открыть специальный сайт и увидеть в режиме онлайн, как камера на летательном аппарате в космосе показывает нашу прекрасную планету. Насколько охотно ученики сегодня вот невооруженным глазом смотрят в небо или в объектив телескопа? Ну, скорее всего, если брать вообще, если предлагаю смотрят, тут, наверное, многое зависит еще от учителя. Если мне это интересно, если для меня это имеет какое-то значение, то, соответственно, может, где-то заражаешь и остальных. Появляется какое-то желание заниматься благово. Есть ученики, которые чем-то даже продолжают. Правда, в астрономы никто не пошел, больше уходят в компьютеры, в электронику. Сегодня он позвонил, мой бывший ученик, буквально вот позвонил, говорит, Юрий Григорьевич, я купил себе телескоп. Он юрист. Вот интересно, я... Аплодисменты. Я бы тоже купил себе телескоп. Кстати, насколько это дорогое удовольствие телескоп сегодня? А в зависимости от фирмы, в зависимости от качества, можно купить дешевый, который называется выбрать деньги, миллион, 200 рублей, 300 рублей. Ну, а серьезные телескопы 400, 500 и выше. Ну, я так понимаю, что ваш без сцены, так как имеет и происхождение, и уже с историей, таких, наверное, уже не выпускают. Я его купил в марте 1990 года. И, знаете, качество советское настолько хорошее, что уже сколько лет прошло, а в него смотреть можно до сих пор. То, что... Вот вы правильно заметили, то, что многое зависит от учителя. А ведь вы являетесь, пожалуй, единственным преподавателем, который готовит команду на Олимпиаду по астрономии. Расскажите вот об этом направлении, в котором вы работаете. Велика ли команда? Единственным... Вряд ли еще есть учителя. Я вообще являюсь тренером нашей сборной команды в Омельской области по астрономии, по подготовке к республиканским олимпиадам. Ну, в основном у нас команды это 5 человек, иногда 6. Берем команду всех, кто на областных олимпиадах ходит в пятерку сильнейших. То есть первые 5 мест, первые 5 человек автоматически становятся представителями нашей областной команды на республиканской олимпиаде. Если выстреливают на республиканской олимпиаде, то был опыт, когда-то, я уже не помню в каком году, у нас была Аня Паруль, она выстрелила бронзовые медали даже на международной олимпиаде. Расскажите, а что происходит на олимпиадах по астрономии? С математическими олимпиадами вроде бы все понятно. С гуманитарными по языку и литературе, по иностранным языкам все понятно. На астрономических что происходит? Задачи. Астрономическая олимпиада, она делится на два тура, теоретические и практические. Теоретический тур, там даются задачи сложные, по всей астрономии, начиная от сферической, заканчивая космология, космогония, и практический тур. В практическом туре может даваться немая карта, то есть тебе дается листик, куча точек, надо эти точки соединить созвездия, написать яркие звезды, название созвездий, если знаешь, переменные звезды, двойные звезды, объекты месье и так далее. Потом даются задачи по статистике, подсчет, там какая-нибудь таблица, либо галактик, либо звезд, и нужно из этой таблицы посчитать либо распределение яркости, либо какие-то характеристики звездные, галактические, либо найти какую-то зависимость, построить график, построить диаграмму. Вот. То есть астрономия — это не всегда наблюдение, это довольно-таки серьезная физико-математическая наука. Да, там надо иметь и математические знания, потому что расчеты довольно-таки серьезные. И физикой владеть, плюс знания астрономии, плюс еще где-то географию знать, где-то химию знать, и философию. А чем заканчивается космос? Космос бесконечен. Хотя, вот знаете, если идти с позиции расширения Вселенной, если, говорят, было начало Вселенной, и она начала разлетаться, то все-таки где-то есть граница, но что там находится, это больше уже не астрономические вопросы, а философские. Одному Богу, как говорится, известно. Потому что, ну, к сожалению, мы там не были. И попасть туда... Ну, с таким развитием технологий, которые происходят в наше время, ну, возможно, через какой-то промежуток, десятков, сотен лет, все-таки приблизимся к ответу на этот вопрос. Как считаете? Пытаемся на Марс полететь. Чем это все закончится, не знаю. Хотелось бы, конечно, чтобы экспедиция состоялась. Сейчас, видите, какая шумиха поднялась вокруг полета американцев на Луну. Кто-то говорит, что они летали, кто-то уже доказывает, что не летали. Вот, наверное, единственным способом доказать, были они там или нет, это запустить какой-то спутник, который сфотографирует спускаемые аппараты и докажет, были они там или нет. Вот у меня, кстати, возникло еще несколько космических вопросов, о которых до сих пор шумят, и никак этот шум не успокоится. Это тоже самая круглая Земля или все-таки плоская? Но я думаю, об этом мы немножко позже поговорим. У нас еще целая половина программы впереди. Еще об одном мероприятии хотел бы затронуть речь. Планируется оно на середину июня, пройдет, если не ошибаюсь, в Гомеле, и конкретным образом связано с астрономией. Рассказывайте подробнее. И вы, кстати, там тоже будете присутствовать. Что это будет за мероприятие? Я, честно говоря, еще сам толком не знаю, что, как мне сказали, предложили. Я нахожусь под таким большим знаком вопроса. Я заинтересован, даже немножко вдохновлен. И мне интересно, что же там будет в конце концов. То есть тайну раскрывать пока не будем? Да, лучше не надо. Ну, обещайте, когда приедете на это мероприятие в Гомеле, все станет на свои места, звезды сойдутся. Вы обязательно к нам зайдете на огонек и расскажете, с какой же миссией вы приезжали. Эти аплодисменты вам. Друзья мои, ну а далее, далее. В программе пересечем 31-й меридиан. Уверен, я вас заинтриговал. Встретимся сразу после небольшой короткой рекламы. Друзья мои, мы по-прежнему в прямом эфире. Это программа «Добрый вечер, Гомель». Сегодня у нас две прекрасные даты. Это Всемирный день культурного разнообразия и Международный день астронавтики, астрономии. Так что присоединяйтесь к нашему разговору. И вот странно, почему-то еще практически никто не ответил на вопрос. А вы мечтали стать звездой? Звоните к нам в студию, присоединяйтесь к нашему разговору. Ну а как я и обещал до рекламы, сегодня у нас в гостях, вернее не так. Как я и обещал до рекламы, сегодня мы пересечем 31-й меридиан. Так вот, 31-й меридиан. Линия долготы, стоящая от Гринвичского меридиана на 31 градус к западу, проходящая от Северного полюса через Северный Ледовитый океан, Гренландию, Атлантический океан, Южный океан. Вот так вот все непросто. А еще, друзья, за этим таинственным названием кроется литературная гостиная. Сегодня в День культурного разнообразия они у нас в гостях. Готовьте ваши ладоши, приготовьтесь аплодировать. Я с огромным удовольствием спешу представить руководитель литературного салона 31-й меридиан Алла Белькова. И ведущий литературного салона 31-й меридиан Алексей Марусов. Ваши аплодисменты. Даже немного растерялся, с какого вопроса начать и кому. Алла, вот скажите, а вы часто поднимаете взор к небу и наблюдаете за звездами? Постоянно. Постоянно. Дело в том, что все творческие люди смотрят на звезды. Более того, даже персонажи моих сказок смотрят на звезды и наблюдают за звездным небом. И задают себе философские вопросы. А для кого же они светят? Вот так. Ответ нашли какой-то? Ну, естественно, конечно. Для нас с вами. Для меня, для Алексея, для вас, для всех. Вот ловлю себя на мысли, как все не просто интересно получается. Юрий Григорьевич, все с математической точки зрения, с точными расчетами. У вас все это пронизано, пропитано сплошной романтикой. Ну, конечно. Леш, на звезды когда последний раз смотрел? Когда иду домой. После уроков приходится возвращаться поздно иногда. Идешь, анализируешь рабочий день, ну и как раз смотришь на звезды. Так, все успокаиваешь. Так это для тебя еще не только космические тела, это еще и успокоительное. Ну, это еще и вдохновение хорошее. Так рождаются стихи. Вот так вот планомерно и плавно, не спеша мы перешли к 31-му меридиану. Рассказывайте, в литературном сообществе 31-й меридиан это откуда появилось? Название 31-й меридиан вы имеете в виду? Ну, вот я уже тут целую небольшую справку с Википедией. Ну, вот я хочу еще... Да, я еще хочу добавить, что 31-й меридиан проходит не только через наш город, он проходит через Санкт-Петербург, через город Киев. Подождите, через наш город тоже проходит? Просто я тут упомянул Гренландию, Атлантический океан, Южный океан, Северно-Ледовитый океан. Конечно. Самое главное, что он проходит через наш город, через город Гомель, через Санкт-Петербург, через город Киев и через египетские пирамиды. И эзотерики всего мира полагают, что именно на границе 30-го и 31-го меридиана находятся порталы в иные миры. Ух ты. Нет слов, одни мысли. Продолжайте. Да, я хочу сказать, что наверняка это так. Наверняка это так. Потому что в своей литературной гостиной мы предлагаем всем желающим проникнуть в миры, которые созданы силой воображения наших литераторов. Так что мы можем свободно перемещаться и во времени, и в пространстве, в нашей литературной гостиной. Ну вот откуда и взялось это название 31-й меридиан. Потому что мы проникаем плавно в различные миры, в параллельные пространства и во времени. Ну смотрите, достаточно много у нас и театральных объединений, и музыкальных, и хореографических. Рано или поздно должно было появиться и литературное. Как шли этапы становления? Ну естественно, сначала была мысль. Как люди начали к вам присоединяться? Ой, давайте я начну с того, что мы так звезды сошлись на небе, что я попала в школу молодого литератора. И не случайно, конечно, я туда пришла, потому что я пишу стихи с детства, вот, с самого детства. В школе писала, посвящала своим одноклассникам, учителям. Вот, хотела быть филологом. Но мои родители настояли, чтобы я стала экономистом. И я закончила наш Гомельский государственный университет, экономический факультет. Даже работала в банке, ведущим экономистом. Да, но стихи я писала, иногда, иногда писала. По-моему, вы были самым романтичным банкиром. Наверное, да. Вот, стихи я писала, вот, ну так, от случая к случаю, то есть, скажем так. И вот, когда вот именно я пошла в декрет, и у меня появился сын, и когда я уже обнаружила, что у него есть не только музыкальные, но и художественные способности, я отдала его в художественную музыкальную школу. Ребенок мой окончил и художественную школу, и музыкальную школу Чайковского по классу кларнета. Вот, и настолько его картины, рисунки его меня вдохновляли, вдохновляли, что к каждому рисунку я стала писать стихотворение или сказку. Ну, вот сегодня у нас в студии представлено три ваших книги. Кстати, эти аплодисменты. Да. Вам. Вот я вам покажу, это самая первая книга, «Трепетный рассвет». «Трепетный рассвет». Вот видите, тема кони была дана. Вот это вот шесть лет он нарисовал. Вот как только отдала в художественную школу, вот учительница, педагог, сказала, тема кони. Ну, вроде бы, что-то такого особенного, кони и кони. Но я же увидела Пегаса в облаках. Видите, ребенок же Пегаса. Совершенно верно. Это намекнул на то, что мне пора взяться за перо. Понимаете? Я стала так вот, каждому его рисунку рисовал он очень быстро. Очень. И вот буквально вот каждый рисунок меня вдохновлял. И я решила, буду писать каждому его рисуночку стихотворение. И так возникла вот эта книга, всем показываю. Вот смотрите, например, вот рисуночек стихотворения. Рассвет. Получилась она так в виде художественного альбома. Понимаете? Вот смотрите, рисуночек, и каждому рисуночку стихотворение. Лилия и так далее. Вот утро. Вот. Вот такая. То есть все иллюстрации изобразил ваш сын? Он изобразил, да, красками, а я их изобразила словами поэтическими. Нарисовала картины. Слушайте, ну, если уж на то пошло, то я думаю, что мы вам поаплодируем, а вы нам прочитаете. Стихотворение. Что-нибудь короткое, емкое, маленькое. Ну, вот поставьте сегодняшему вечеру. Короткое. Чёрной птице крошки при горшню земли. Океан в ладошках, в небе корабли. В хлебушке бессмертие, зёрна в колоске. Волосок до смерти, жизнь на волоске. Опустили гнёзда, выросли холмы. Между нами звёзды, между ними мы. Браво. Алла. Сегодня 31-м Меридиана объединяет огромное количество литераторов. Как Алексей попал в ваши ряды? Лёш, рассказывай. Начался мой литературный путь тоже со школы молодого литератора, которую руководит белорусская наша известная поэтесса Нина Шклярова. Я так пришёл в школу молодого литератора и как раз попал на презентацию книги Аллы Бельковой. Это был трепетный рассвет. И Нина Никифоровна спросила, кто же из присутствующих пишет стихи. Мои одногруппники уже знали о том, что уже берусь за перо, меня подталкивают, выходи, читай. Я вышел, прочитал, мои стихи заметили. И Нина Никифоровна предложила мне прийти в их студию в школу молодого литератора. Там я познакомился с Аллой Бельковой. Мы начали вместе работать над рукописями книги, проводить какие-то вечера литературные и так далее. Презентация книг делать с наших же. 31-й Меридиан родился уже будет 3 года, как существует Меридиан. Да. А это приличный возраст. Да, мы уже не маленькие, мы уже чуть-чуть большие. Вот. Ну и как-то родилась у нас такая идея по инициативе библиотеки имени Герцена Татьяны Савельевны Власовой молодым литераторам организовать такую небольшую группу молодых авторов, где молодые авторы смогут приходить, читать стихи, продвигать молодых авторов. И такие вот информальные встречи. Потому что есть уже литературный салон, литературные встречи на Замковой, всем известной, там уже где маститые литераторы выступают. А мы вот как юные, начинающие, можно так сказать. Скажите, много, можно ли Гомель назвать литературным городом? Конечно. Много ли у нас литераторов? Да, много литераторов. Есть среди них очень талантливые. Есть очень талантливые, я о них расскажу. Ну, вот, если хотите, мы прямо сейчас. Я думаю, что если позволят рамки эфира, мы обязательно это сделаем. Но я накануне этого эфира познакомился в соцсетях с работой салона «Треск первого меридиана». Если честно, вот, браво, я просто впечатлен. Спасибо. От количества мероприятий и от тех мероприятий, какие темы вы затрагиваете, какие имена вы затрагиваете и приглашаете. Более того, Алексей, ведь вы ставите и спектакли. Да, в первой школе города Гомеля, где я, в принципе, работаю, я веду театральную студию «Маски», где занимаются мои воспитанники. Уже будет два года, как мы этим занимаемся. Ну и, естественно, я их приобщаю не только к театральному искусству, но и к литературному. И мы вот такую связь держим, несомненно, с литературным салоном «Треск первого меридиана», где мы выступаем. Вот недавно прошел литературный вечер басен Крылова, где мои ученики прочитали как раз эти басни. И пытаемся создавать такие театральные небольшие миниатюры. Был у нас литературный вечер, посвященный французской поэзии XIX века. Был литературный вечер, посвящен Шекспиру, юбилею автора, классика английской литературы. Ну вот каким-то образом делаем синтез. Ну вот смотрите, если я правильно понимаю, то будни 31-го меридиана, когда не нужно выходить на сцену, встречать гостей, делать какие-то презентации, будни — это очень много литературы, очень много чего надо прочитать, очень много какого надо просмотреть и прослушать. Это опять-таки репетиции, это опять-таки очень много подготовительных и организаторских моментов. Но любая подготовка, безусловно, заканчивается выходом на сцену и овацией аплодисменты. Алексей, я знаю, что вы сегодня к нам тоже пришли, скажем так, есть, может, такое разница, не с пустыми руками. Не с пустыми руками, да. Наш литературный салон, он не только литературный, но еще и музыкальный. Поэтому я с удовольствием исполню романс. Предлагаю сделать следующим образом. Мы вас встретим аплодисментами, вы проходите нашу импровизированную сцену. Алексей Моросов, ведущая салона «31-й Резиан». Вы мною играете, я вижу, смешна для вас любовь моя. Порою вас я ненавижу, на вас молюсь, порою я. Я вас позабыть не знаю средства, я сердцем искренне скорблю. Хоть вас царит одно кокетство, но я вас все-таки люблю. Немало душ вы погубили, но это льва, и все ль равно, Ах, никогда вы не любили, вам полюбить не суждено. Разлука мне лишь утешенье, да я надеюсь и терплю. Бездушны вы в том сомненья, но я вас все-таки люблю. Наступит время, может статься, к вам в сердце вкрадится любовь. Вы перестанете смеяться, и страсть взволнует вашу кровь. Терзание ваше сознавая, я все мучения искуплю. Я вам таких живых желаю, но я вас все-таки люблю. Алексей Марусов, в прямом эфире программа, добрый вечер, Гомель. Ведущий литературного салона «31-й Меридиан», браво, спасибо. Много у вас таких талантов в «31-й Меридиане»? В «31-й Меридиане» у нас вообще нас троя, коллектив единомышленников. Это я, Алексей Марусов, еще у нас Анастасия Катюргина. Просто она отсутствует, она в декрете, поэтому она не смогла присутствовать на передаче. Но она тоже очень талантливый человек, она поэтесса, пишет на белорусской моде верши. Вы знаете, скажу честно, мне всегда казалось, что мир литературы, равно как и мир джаза, сцены, это, скажем так, миры, двери, которые открыты далеко не каждому. Как к вам попадают люди, молодые авторы, всем ли дается шанс? Дело в том, что они все приходят в основном к нам со школы молодого литератора, если мы говорим о молодых талантах. Все со школы молодого литератора, мы их всех знаем, потому что мы сами выпускники школы молодого литератора, руководит которым, как Леша сказал, Нина Шклярова, поэтесса. А там есть действительно талантливые люди. Вот, допустим, в январе месяце мы проводили мероприятие, творческий вечер, одному очень талантливому мальчику, ему 17 лет всего лишь, он учится в областном лицее, зовут его Никита Стась, Стати, но его поэзия созвучна поэзией Золотого века. То есть сейчас осталось дополнить, запомните это имя. Да, запомните это имя, потому что он действительно очень талантливый. И понимаете, что я хочу отметить, что ему всего лишь 17 лет, но в прошлом году он уже выпустил первый свой поэтический сборник, который называется «Шаги в юность». Не каждому в таком возрасте удается издать свою первую книгу. Как же мы можем пройти мимо такого талантливого автора? Конечно же нет. Ну, я уверен, что однажды он тоже придет к нам в студию, в студию «Доброго вечера» и расскажет мне не только о своем творчестве, но и о том, что же вдохновляет, является, скажем так, стимулом для того, чтобы создавать, творить, писать и украшать этот мир. Да, у каждого поэта свой источник вдохновения, конечно. 31-му Меридиану эти аплодисменты. Друзья, год назад открылись еще одни двери. Двери гомельского планетария. Обо всем этом чуть позже, буквально через мгновение. Не переключайтесь. Друзья, мы по-прежнему в прямом эфире. Это программа «Добрый вечер, Гомель». Планетарий в нашем городе всегда был одной из эксклюзивных особенностей. Потом он перестал существовать. И вот, в 2017 году в Гомеле вновь открылся планетарий. Что сегодня там показывают? Ваши аплодисменты. У нас в гостях старший научный сотрудник отдела научно-профессионистической работы Музея Дворца Румянцевых и Паскевичей Вадим Барбанов. И заместитель директора музея Максим Львович Овчинников. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот для меня всегда поход в планетарии, когда был маленьким. Для меня поход в планетарии это было что-то сродни чего-то сказочного. Ведь приходишь туда, смотришь на этот темный потолок, на котором начинают появляться и кометы, и звезды, и планеты. Рассказывайте. Планетария долго не было в городе, вот он открылся. Какой он сейчас? Он немного другой от того, который мы помним. Ну, по крайней мере, помнят то поколение, которое посещало наш парк в Советское. Тем не менее, он, скажем так, позволяет, дает возможность уникальную увидеть звездное небо, космос. Тем более, располагается он в центральной части нашего дворца. И я бы сказал так, что этот планетарий, конечно, астрономы скажут, скажем, не совсем корректное название. Тем не менее, он позволяет, скажем, это можно называть кинотеатр цифровой, позволяет как раз-таки на куполе 360 градусов вот именно увидеть то, что нам позволяет, скажем так, узнать о космосе, о звездах, о планетах, о зарождении Вселенной. Вадим, вот простой вопрос. Вот для чего нужен планетарий, на ваш взгляд? На мой взгляд, для того, чтобы изучать Вселенную, космос. В первую очередь, если они, если посмотрим истории, они как раз-таки создавались для того, чтобы было как наглядное пособие, потому что карты, там нарисованы какие-то печатные картинки, это совсем немножко другой формат, в отличие от того, когда ты это видишь уже совсем выходя за рамки, скажем так, обыденности. Во-вторых, конечно же, уже сейчас это в большинстве случаев позволяет, скажем, образовательные цели, какая-то там присутствует элемент развлекательного плана. Ну, в первую очередь, конечно, это образовательная подготовка астрономов, подготовка, скажем, специалистов, кого бы это заинтересовало. Ну, Юрий Григорьевич, как вот вы оцениваете роль планетария в астрономии? Положительно. Дело в том, что, когда у человека есть желание что-то новенькое узнать о звездах, больше не знаешь, куда еще себя определить. Планетарий — это первое. Куда можно пойти, а там уже, я думаю, подскажут и покажут. Ребят, скажите, а планетарий в Гомеле — это единственный вот среди областных городов? Или какие-то счастливые города тоже еще есть на территории страны, где? Нет, есть, конечно. Есть, конечно, такие города. Но просто в Гомеле был самый первый. Безусловно, это столица. Я имею в виду областные города. Брест, Могилев. Насколько я знаю, только, наверное, в учреждениях образования, может быть, других городов. Но вот именно в отдельно построенном здании только в Минске. Если в Гомеле был самый первый открытый и потом самый же первый закрытый, то действующих, по-моему, только в Минске. Может быть, я ошибаюсь, но, наверное, скорее всего, один. То есть после столицы цирк у нас у единственных, и после столицы планетарий у нас у единственных. Вот такие вот мы эксклюзивные. Давайте сами себе поаплодируем нашему городу. Есть у нас телефонный звонок. Давайте послушаем, кто-то из зрителей дозвонился. Алло. Здравствуйте, Александр, гость из студии. Здравствуйте. Меня зовут Герасим. Герасим, очень приятно. Можно вам сразу вот вопрос? А вы когда-нибудь мечтали стать звездой? Я звездой не мечтал. Я не мечтал стать, потому что звезда у звезды плохая рифма. Я хочу поздравить всех астрономов с праздником и подарить два куплета. Я по ночам смотрю на звездные узоры. Уже, наверное, двадцать с лишним лет в телескопе вижу дивные просторы. Только жизни там не вижу. Ее нет. О, вселенная Земля. Лишь единственный, думаю, шарик, где Господь поселил любопытных людей, астрономы. Так давайте по космосу шарить. Он подарит нам много любопытных людей. Спасибо вам. Спасибо и вам за эти спектакли. Ну, все-таки продолжим тему планетария. Максим Львович, наверное, вопрос вам по технической части. Из чего сегодня сделан современный планетарий, и как это работает? Ну, наш планетарий мы привезли из Санкт-Петербурга. Там называется организация фирма «Планета», которую они сами делают, эти планетарии. Вот он состоит из... Мы уже такой выбрали планетарий. Есть просто надумные, есть. А вот еще есть, которые, при том, еще каркасные. Вот у нас именно каркас, ну, он, значит, собирается каркас, потом одевается один купол, внешний купол, подключаются вентиляторы, и потом внутренний купол. Там за счет разности давления, значит, этот купол... Ну, поднимаются, да, и уже потом на этом куполе показывают, и основное это зеркало, зеркало, на которое идет проекция специально снятых фильмов, специально снятых, и уже потом от этого зеркала уже идет на купол, где уже можно просто смотреть и все, что угодно, тем более сейчас... То есть обычно 3D там даже нельзя применить? Нет, нет, это специальные, они вот эти, эти фильмы, они достаточно, ну, стоят много денег. А о чем сегодня можно увидеть в планетарии? У нас есть несколько сеансов, на данный момент их там свыше 7-8, по-моему, даже если 10, я не ошибаюсь. Это фильмы, которые рассказывают о зарождении Вселенной, либо о становлении там солнечной нашей системы, о каких-то отдельных звездах, причем фильмы, они разного, скажем так, формата. Для более маленьких, для более взрослых детей. И я бы сказал бы так, что, ну, в течение 25 минут, именно столько у нас длится один фильм, скажем, есть возможность узнать, скажем так, какие-то интересные, скажем, тайны Вселенной нашей, по крайней мере, увидеть это то, что ты даже на компьютере, на планшете не увидишь. Это совсем другой эффект. Фактически ты выходишь за границы. То есть полное погружение в нас. Конечно, если ты хочешь вот именно такого формата получить, это только к нам в музей Румянцевых Паскевичей, в Планетарии. С тех пор, как Планетарий был закрыт, и вот в 2017-м вновь открылся, по вашим наблюдениям, люди ждали его открытия? Да. Или все-таки могли бы забыть? Очень много. И вот постоянно, каждый раз, когда приходили на обычные экскурсии к нам во дворе с Румянцевых Паскевичей, говорили, а вот когда-то был Планетарий, было бы неплохо бы открыть. Или вот было бы неплохо, где бы он бы появился. И я вам скажу, что была такая первая волна, как только его открыли, звонков тех людей, кто когда-то в детстве побывал там, школьникам или еще более взрослым возрастом. К моему великому стыду, я так еще до сих пор и не успел посетить вновь открывшийся Планетарий. Мы приглашаем вас. Спасибо большое. Но вот смотрите, на момент открытия прочитал информацию, в Планетарии было семь программ. Прошел год, количество программ увеличилось? Как-то ассортиментный ряд стал шире? Их увеличили до десяти. То есть уже ровно десять сеансов фильмов можно посмотреть. Причем они отличаются. То есть там есть какие-то общие темы, которые затрагиваются, но они обычно, скажем, разные. Причем разные как для очень маленьких школьников, так и для более взрослых школьников. Да и родителям будет, в принципе. Я думаю, интересно обе версии посмотреть. Там один папа приходил и с детьми говорит, мы этот сеанс уже смотрели, вот мы сейчас уже идем на другой сеанс. То есть от родителей тоже зависит вот это все. Ну, я думаю, и вы, телезрители, меня поддерживаете в том плане, что каждый человек мечтает, собственно, лично изведать океанические глубины и побывать, посмотреть своими глазами, что же там происходит в космосе. Ну и, конечно же, я уверен, что, как бы там ни было, но каждый человек хотя бы раз в жизни, но все-таки мечтал почувствовать себя звездой. Заканчивается, к сожалению, наш эфир. Какие планы у Планетария на лето? Будут ждать всех своих посетителей. Информацию можно о сеансах получить на сайте Дворцового парка, на афише во дворце. И мы ждем наших посетителей. Скажем, работает каждые 25 минут, скажем, к сеансу. И очень легко, удобно добраться. Центральная часть дворца, напротив, как рассказа. Мы ждем всех, и взрослых, и детей. На летний сезон 31-й Меридиан свои порталы закрывает или... Нет, летом мы уходим на каникулы. У нас отдых. И у всех... Черпаете вдохновение. Да, да, да. Отдыхать тоже надо. А с сентября уже приступаем снова за работу. Беремся. Юрий Григорьевич, мы желаем вам всяческих успехов во всех астрономических начинаниях. Спасибо. Ну и уверен, что мероприятие, которое планируется на июнь месяц, оно должно, безусловно, увенчаться успехом. Анастасия, то, что касается Vocal Smile, столько много репетиций, столько много концертов. В конце концов, уже нужно порадовать и своих гомельских зрителей большим концертом. Как ведется работа в этом направлении? В следующем году студии 5 лет. И, скорее всего, где-то в январе-феврале месяце мы будем готовить большой концерт, посвященный пятилетию студии. Всех ждем. Я думаю, что сейчас вы порадуете снова нас одним из ваших номеров. Девочки, мы вам поаплодируем, а вы выходите к нам сюда на сцену. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, а пока наши юные артистки идут сюда, мне хочется сказать огромное спасибо всем, кто принимал участие сегодня в нашей программе. Сказать огромное спасибо студии Vocal Smile, салону 31-й Меридиан, нашему планетарию, городу Лоев, который пригласил к нам в эту студию прекрасного преподавателя очень редкой профессии. Всем большое спасибо. Увидимся, как всегда, вечером на телеканале Беларусь 4. А на сегодня все. Удачи вам, пока. На небе большом сияет звезда, и свет ее манит. Ты сердце открой и помни всегда, она тебя не обманет. Отрывайся, наслаждайся, это свой поляр. Пусть тебя на крыльях сильных музыка несет. Давай, давай, ярче улыбайся, лови свой шанс и иди к мечте. Давай вперед, только не сдавайся, и как свет нам скоро засияешь ты. Лишь звездная пыль коснется ресниц, судьбу не изменишь. Глаза распахнув, ты будешь лететь, в сказку свою поверишь. В лабиринте всех созвездить, ты останешься след. Ты поймешь сегодня, завтра, будущий побед. Давай, давай, ярче улыбайся, лови свой шанс и иди к мечте. Давай вперед, только не сдавайся, и как звезда скоро засияешь ты. Давай, давай, ярче улыбайся, лови свой шанс и иди к мечте. Давай вперед, только не сдавайся, и как звезда скоро засияешь ты. Ау-ау-ау! 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 И как звезда скоро засияешь ты. Ау-ау-ау! Субтитры сделал DimaTorzok